здравствуйте рада приветствовать вас на уроке естествознания 5 класса мы начинаем изучать новый раздел вещества и материалы в рамках этого раздела мы познакомимся с вами со множеством удивительных вещей и процессов посмотрим на довольно обыденные вещи под другим углом а также заглянем туда где без микроскопа ничего невозможно разглядеть сегодня мы рассмотрим тему строение и свойства веществ диффузия в жидкостях и газах цель урока объяснять распространение частиц в жидкостях и газах на уроке узнаете что такое вещества какое расстояние между частицами различных веществ а также что такое диффузия научитесь определять причину движения частиц в жидкостях и газах вашему вниманию представлены изображения подумайте как можно назвать то что изображено одним словом все что находится вокруг нас то что мы можем потрогать принято называть телом тела могут иметь массу объем и форму перечислить все тела невозможно но их можно разделить на две группы например солнце и дерево создано природой их так и называют природные тела или естественные мяч книга стакан созданы человеком их называют искусственные все тела состоят из веществ некоторые тела состоят из одного вещества а некоторые состоят сразу из нескольких веществ например стакан может состоять из одного вещества пластика или стекла а вот мяч обычно изготавливают из нескольких веществ используя синтетический бутил или натуральный латекс а также полиэстер или спрессованный хлопок естественные тела также состоят из многих веществ например в составе дерева есть такие вещества как крахмал глюкоза вода и многие другие если тела состоят из одного вещества то их называют простыми а если из нескольких то сложными вещества бывают твердые жидкие и газообразные перед вами несколько изображений подумайте каким группам веществ можно их отнести твердыми веществами является дерево книга к жидким веществам относят воду газообразными веществами является воздух и дым теперь мы знаем все что нас окружает называют телами тела состоят из веществ а из чего же состоят вещества вещества состоят из молекул а молекулы в свою очередь состоят из крошечных частиц атомов разглядеть молекулы и атомы можно только через специальные увеличительные приборы молекулы очень подвижные частицы они способны перемещаться в веществе хаотично то есть беспорядочно двигаясь молекулы могут приближаться друг другу очень близко и отдаляться а также сталкиваться друг с другом при этом скорость движения молекул зависит от вида вещества или от температуры чем выше температура вещества тем быстрее двигаются молекулы если температура вещества становится ниже то и скорость движения молекул снижается также важно знать что частицы одного вещества могут проникать между частицами другого вещества и этот процесс называется диффузия чтобы пронаблюдать как протекает диффузия в жидкостях можно в стакан воды добавить несколько капель марганцовки йода или любого другого красящего вещества можно видеть как молекулы красящего вещества проникают между молекулами воды и вещества начинают смешиваться через время молекулы красящего вещества распределяться равномерно между молекулами воды и получившееся вещество станет равномерно окрашенным ускорить процесс диффузии можно самостоятельно перемешав жидкости например когда вы в чай добавляете сахар вы же не дожидаетесь пока частицы сахара самостоятельно равномерно распределяться в жидкости перемешав чай в которой добавили сахар мы получаем равномерно распределенные частицы сахара в чае вот с таким примером диффузии мы с вами сталкиваемся ежедневно диффузия в газах протекает гораздо быстрее так как молекулы в газообразных веществах расположены на большем расстоянии друг от друга и поэтому беспрепятственно перемешиваются пример подобной диффузии это распыление аэрозоля или духов молекулы духов быстро проникают между молекулами воздуха и аромат мы ощущаем мгновенно мы рассмотрели с вами тему строения и свойства веществ диффузия в жидкостях и газах давайте закрепим то что сегодня изучили задание номер один выберите верные суждения ответ верными суждениями являются атомы неделимые частицы молекулы состоят из атомов задание 2 определите о каком процессе идет речь чай все пьют по разному кто-то с сахаром кто-то с молоком некоторые добавляют в чай это и другое какой процесс позволяет веществам перемешиваться ответ процесс о котором идет речь вопросе это диффузия подведем итоги урока сегодня на уроке вы узнали что такое диффузия и как она протекает научились определять причину движения частиц в жидкостях и газах урок окончен до свидания